привет доброе утро пожелаешься доброго утра да ну давай показываем нашу находку смотрите такое вот гранулированное на на мороженое во вкус вилл появилась со вкусом бабл гам это такие шарики маленькие уже в наборчике сразу ложечка идет и конечно дети в восторге от них осторожно только открой немного склеились можно раза то разбить их но дома прям подсела поэтому это теперь наш любимый продукт фаня 20 процентов скидка на него всегда ставлю чтобы подешевле было беру сразу по несколько штук поэтому если еще не пробовали обязательно попробуйте она очень классная и фаня у нас тоже его по ходу оценила с днем собак тебя собака привет доброе утро ну-ка поздоровайся со всеми доброе утро всем это чтобы я тут за попа такая дома осталась а ты почему дома ну-ка расскажи почему ты дома чего чего комары тебя раскусали ну да ну да конечно дети наивные в общем увидите подтвержденный случай коронавируса в группе у ребенка поэтому он на карантине не ты не говори глупости но все равно до опасность есть поэтому но не то что опасность а прям настоящий карантин в группе как вот в ветрянка когда там и все такое так что да будем ждать от медсестры звонок а ты у нас сидишь и ждешь ждать 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 все ждать да ведь уж ты рад дома что-то будешь да смотрим ты мечтал об этом ну-ка идти сюда сидеть ждать 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 все жди я не разрешала еще вот чем заниматься будем не знаю погода замечательная как видите ну будем значит с тобой влоги снимать если у вас есть критик какие-то вопросы к виктору сергеевичу то задавайте их конечно же в комментариях и он скорее всего с вами поболтает можно а мы сейчас будем убираться до убираться мы будем с моей девочкой расскажи сначала когда мы пошли гулять мама мы пошли гулять там темнило на улице мы немножко погуляли и еще потому что мама а кто а кто она привез такую самолетку мы ходим там папу а зачем ему подарили вот чего это такие штучки не знаю он скажет слышишь ты это тут это поаккуратнее со своими словами да скажу я еще сама маленькая я еще ребятеночек маленький такой вот у нас здоровый ребятенок да почему себе вот так покрасил ногти 2 2 вот так вот так вот а мне так нравится тебе нравится ну вот видишь поэтому так и покрасили все лови перри 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 ой 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 поцеловала вас так ну что денек сегодня весело всем привет кстати быстренько с вами поздороваюсь мы свите побежим за том я позвонила воспитательница сказала то что она себя плохо чувствует у нее с гурном что-то нужно бежать забирать смотреть вообще что к чему естественно сейчас всякие мысли в голову улез не очень хорошие ну ладно посмотрим я попросила реально ее вывести она вроде сможет поэтому проблем особо возникнуть с не должно тоже серёж дежурят и как бы мне не с кем видео ставить вот я сейчас нанесла как раз масочку кстати всегда когда я наношу эту маску обязательно мне нужно куда-то бежать это маслом маска от ани шейная я много раз вам показывала я как раз хочу волосы покрасить через пару дней у меня корни отросли у меня цвет волос мой как у моих детей соответственно светлые вот учитывая что это маслянистая именно такая масочка летом я наношу ее буквально пару раз в месяц и обязательно перед тем как я крашу волосы не после того ну по крайней мере не сразу чтобы просто не вымывать пигмент чтобы часто не краситься потому что летом и так полосы вроде моешь чаще так что да но я в очередной раз хочу вам очень-очень посоветовать эту маску я не знаю она какая-то фантастическая и качество ее всегда на высоте конечно же место закончилось на камере в общем в очередной раз очень хочу вам посоветовать заказывайте у ани у нее адекватная цена и маски этой хватает действительно на несколько раз ну и эффект виден вот прям буквально через пару раз уже наносите на корни а потом остатки можно распределить по кончикам волос и и также хочу вам посоветовать вот такую сыворотку но это маслица такое да тоже для волос от alicef попадалось кстати в гламбек в какой-то и очень мне понравилось именно после уже сушки после укладки немного на кончики наносите они такие все живые а-ля запечатанные как бы они не жирнятся так сильно как допустим от каких-то более плотных консистенций да это прям легкая-легкая поэтому советую достаточно бюджетный вариант еще очень нравится у них спрей тоже такой двойной для волос вставлю фотку если не забуду сюрприз позвонили из сада попросили забрать тому него горлышко болит и себя чувствовать неважно а может ты просто квите хотела нет точно точно давай супчик едят это такие умеющие импровизации из того что было в холодильнике немного капусты очень классный бульон получился на курочки из вкусвел прям супер разделяю сейчас ее на две части и варю бульон предварительно я ее обжариваю кстати прям в кастрюле получается очень-очень вкусно такой бульон прям наваристый до красавчик суповая душа у нас витя всегда суп я стану что вы есть на завтрак обед и ужин кстати неинтересно из вас кто-нибудь любит так суп и как он и я в принципе я вообще-то суп и тоже люблю я супиковая душа как горит моя мама ты чё секреты такие выдаешь меня сейчас тут распунут это не правда не бойтесь это не то что она дошираками питается она просто всегда хочет у нас стащить немножко если мы едим друг да очень хочу вам посоветовать попробовать вот эти вот печеньки от келакс они продаются в перекрестке ну наверняка на озоне тоже есть или где-то на яндекс маркете но они просто нереально вкусно это песочное печенье с такой вот глазурью клубничной это наркотик это самый настоящий наркотик много покупать нельзя сразу предупреждаю да да хлопья такие тоже есть очень вкусные в общем печеньки очень советую попробовать они необыкновенно вкусные пока я за детьми бегала точнее за том у нас здесь situation произошла прям перед выходом не курьер привез новую косметичку гламбек ну и фаня решила что она тоже такая прям вся девочка девочкой ей нужно срочно посмотреть состав это средство которое я больше всего хотела попробовать она естественно погрызла это леврана солнцезащитный такой крем от нуля идет до для маленьких деток подойдет с календулой и spf 30 очень жалко ну значит быстрее надо пользоваться в деревне если поедем возьму обязательно с собой тот еще смотрите лежит вот такая масочка отдав очень классная полнородная версия кстати я уже такую пробовала дальше тут по моему крем а нет это вот такая классная масочка для лица ночная неокер у них такие упаковки классные просто вообще кайф дальше вот такой вот интересный крем для лица фуани органик с такой формат прикольный как майонезный пакетик сырная луна называется оригинальненько так тролл хемия очень классная косметика это серым для лица 2 процента эктоина к кислота какая-то так комейка моей да 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 очень хотела попробовать тоже это ирис и витамин c гель для душа вы знаете на самом деле геля для душа которые вот с ароматом ириса они потрясающие они очень приятно всегда пахнут мыло тоже обычно если покупать поэтому обратите внимание я прям обожаю этот аромат так дальше у нас тут я так быстренько с вами пробегусь это алгель и это у нас антиперспирант дезодорант такой кстати очень мощная штука особенно на жару защищает на сто процентов никакого плохого запаха точно не будет так smart aqua это что-то такое д код здесь по моему сыворотка и ну наверное пенка для умывания так пробнички и его аромат кстати не первый раз тоже кладут обожаю тканевые масочки черный жемчуг в этот раз положили гиалурон филлер мне кажется такая уже была и она мне понравилась и также вот такой вот блеск для губ или помада для губ это фаберлик как бы вам так показать вот такой оттенок интересненький ну и тут соответственно естественно брошюрка у нас тут с вами небольшая минутка релакса не задавали вопрос как она у нас адаптировалась как прошел первый месяц там и первое время да с ней вот и уже 8 месяцев просто наверно быстро отвечу учитывая обстоятельства в которых она появилась у нас в принципе она достаточно быстро я думаю адаптировалась ну и мы в принципе тоже хотя конечно на самом деле мне было безумно больно на нее смотреть безумно как непонятно это все знаете когда тебя передергивает из одной стороны в другую вроде ты хочешь ей дать любовь заботу ласку там да и все то что маленький щеночек с другой стороны ты как взрослый человек уже переживаешь потерю другого животного по-другому и как бы для детей это было безусловное счастье естественно и в принципе поэтому такое решение было принято ну да это было тяжело и честно признаться до сих пор меня накрывает периодически и ну как-то так знаете болезненная вот поэтому ну знаете у меня такое ощущение сложилось что парби просто выбирала я да и получается ну это другие ощущения там да я увидела я захотела ее я ее получила я ее ждала там да то есть был момент вот этого вот ожидания сладкого там да предвкушения с фанечкой нашу у нас получилось по-другому это было достаточно все быстро да и я просто не успела переключиться и ну поймите да когда такая трагедия как бы ты многие мне говорили то что вот какая я там сволочь дрянь и все такое то что завела новую собаку и фарби я не любила это было безумно больно кстати я даже вот не хочу сейчас в кадре показывать потому что ну в общем не хочу воспоминания эти все мало ли что там но да вы знаете как бы фарби выбрала я фани выбрала меня почему я так говорю потому что ну как бы да новая семья новые люди она знаете ну как малышка совсем маленькая она ко мне тянулась на ручках спала хотела быть рядом со мной всегда и мне честно это не всегда было вот как бы кстати да но с другой стороны я ее прижимала к себе там со всей силы до зацеловывала и просто ревела в нее так скажем и она нам могла она ну действительно невероятная тоже она очень любимая но очень красивая очень добрая забавная умная все 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 и конечно же мы ее очень любим да зоньку ты моя любимую и желаем ей всего самого только но и лучшего и не за что в жизни не дадим ее в обиду и она это знает она наша такая принцесса хорошая девочка очень красивая очень любимая поэтому не переживайте у нее все хорошо мы приходим в себя кто-то больше переживает кто-то меньше но тем не менее жизнь продолжается и знаете как бы так случилось все так есть сейчас и мы безумно рады что это девочку у нас есть ну что давайте с вами немного вот так поговорим сумбурный влог получается потому что все таки этот день я планировала провести немного по-другому ну да ладно еще уборки полно нужно сделать после выходных сегодня такая замечательная погода я думала сходим погулять свете вот мне вчера позвонили из сада до воспитатель причем она звонила мне она сереже звонила маме моей не могла дозвониться в общем я ну честно говоря испугалась потому что воскресенье как бы да и что же могло такого случиться и вот она сказала то что действительно подтвержденный случай коронавируса у ребенка в группе но тем не менее как таковых вот таких серьезных ограничений нет обычный карантин как знаете как вот если при ветрянке бы он был то есть на две недели и автоматом это все в поликлинике как-то в электронную карту забивается в общем никуда ходить не надо никого звать не надо один родитель обязан быть с ребенком дома право ну как бы это логично дети достаточно маленькие но это больше касается тех кто работает то есть им выдают автоматом тоже больничные то есть это все в онлайн версии вот это и потом можно продлевать в зависимости от того как там дальше дела пойдут ну следить за здоровьем там до ребенка за его самочувствием как и что но в принципе на этом все вот тому нужно было забрать мы из что никуда не заходили сад в рядом там есть ограничения но небольшие по поводу того куда можно выйти в общем масках были тоже но дома забрали дома скорее всего все таки симулирует потому что как только она нас увидела у нее все сразу стало хорошо она начала там бегать прыгать я хочу погулять а я хочу на площадку а я то хочу а я все хочу при этом они там бежали пищали смеялись тарелку супа она прям навернула хорошо так да поэтому да но у нее вот появилась такое это интересная ну интересная фишка такая что как только тихий час и определенный воспитатель в саду она начинает гореть что у нее то живот болит то голова болит то горло болит то еще что-то болит а там воспитатель такая она молодая достаточно и я думаю она сразу просто переживать очень начинает и ну конечно побаиваются мало ли что там да я в принципе я понимаю конечно еще и с этими со всеми делами которые творятся в мире но будем надеяться конечно что все у том и хорошо вон они там уже дерутся ругаются отнимают друг у друга планшетом все как надо все как вот знаете у обычных детей которые совершенно не болеют только единственное мне нужно уточнить сейчас вообще каким-то образом можно гулять нельзя гулять где можно гулять можно ли тогда уже реально поехать в деревню наверное но потому что две недели погода хорошая понимаете ведь лето это маленькая жизнь действительно и когда тебя ограничивают в этом ну честно становится прям не очень приятно наоборот хочешь как-то вот это вот сюда забрать насладиться этим ведь у нас лето достаточно короткое достаточно маленькое такое непродолжительное ну вот поэтому да ты что ты что дед ты хулиганье мою хулиганье мамина фаня так не любит когда с кем-то разговариваю это вообще что то если я беру телефон и начинаю разговаривать то все ты показываешь да как ты могу красотка ты наша это моя это витина подушка нельзя ты у нас тоже на карантине больше что ли я не представляю но в общем как вечером быть я действительно не понимаю вот с этой короны знаете что самое файл так нельзя делать самое такое противное это то что ну в общем да что хотела сказать то что с коронавирусом с этим очень много вопросов возникает и вот действительно как бы я жена врача до оказалось потом усердно родители медики ну то есть я кручусь да вот в этой вот сфере ну вот пожалуйста вот это случилось а ты не знаешь куда тебе бежать ты не знаешь что ты можешь делать а что не можешь делать и понимаете в этот момент и настолько уязвимы что тебя действительно за любую там я не знаю за любой шаг могут оштрафовать там я даже не за может даже арестовать ну как бы непонятно это все уточнить особо не у кого врача вызвать нельзя в поликлинику нельзя никуда нельзя ничего нельзя но что-то все-таки можно и то есть где это узнавать и как узнавать непонятно естественно родители подняли тоже но не то что кипиш там да но все равно как бы всем стало интересно что какие все-таки в реале ограничения как это потом будет то есть две недели там еще считается как-то очень странно не с того дня когда действительно этот ребенок был я конечно желаю ему поздравления это ужасно что корона добралась до детей но это жизнь это факт и как бы действительно сейчас смотришь новости смотришь даже тот же самый instagram листаешь истории так много людей умирают да и знаменитые люди вот сегодня я узнала что меньшов умер 82 года ему было дают она талантливый человек просто человек заслуживающий уважения просто вот действительно герой до нашего кинематографа там действительно очень хорошо отношусь к нему люблю его фильмы и узнать ну просто как-то не по себе становится весь день из-за этого ком в горле какой-то непонятный и конечно такие вещи заставляют задуматься о многом и я надеюсь что я возьмусь за себя в конце концов приведу здоровье как-то в порядок я не знаю нужно что-то менять что-то делать то что становится страшно просто жизнь на самом деле сейчас корона показывает насколько жизнь быстротечно да и насколько мы все уязвимы раз все тебя нет все все и к сожалению многие люди в том числе и я наверное задумываются о таком именно вот когда происходят такие глобальные какие-то вещи это плохо это плохо мне стыдно за это и как бы я понимаю что в наше время нужно прям экстра-экстра сильно за собой ухаживать следить за своим питанием учить и самое главное детей этому всему то есть до приучать изначально чтобы для них никогда не было вопросов даже что выбрать между чем там да в основном конечно чем мы можем помочь что мы можем научить их делать это правильно питаться хотя бы потому что так много всякого различного вокруг продается и уже даже не задумываешься маркетологи они не дремлют да дети все это хотят и я не знаю вообще не переживайте все будет хорошо и не знаю правда с чего начать сейчас с чего вообще куда бежать что делать кому звонить интересуюсь темой нутрициологии очень сильно серьезно как бы ну главное начать главное начать что-то делать и я очень надеюсь что мы с вами вместе наверное начнем меняться к лучшему и самое еще знаете что очень хочу начать делать это читать книги полезные книги которые действительно будут давать какие-то знания интересные которые будут давать определенное самообразование потому что я не читаю я никогда не любила читать единственное что я прочитала взахлеб с энтузиазмом естественно я читала я также как и вы училась там да и очень хорошо помню эти списки литературы помните которые на лето давали поэтому да фаня фаня как будто там будут сам и не ясно прохожим в этом день непогоже ну но он Похожий такой, а я играю на дорожке, но прохожа, наведу, к сожалению, день рождения. Сколько раз? Только раз. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok